друзья наши далекие близкие приветствуем вас на нашем youtube канале youtube канал называется не на кусман также зовут и меня немного серые картинки за окном хочу в этом ролике разбавить джазом блюзом немного легкой приятной музыки нам по-любому не помешает а я воспользовалась чистым стеклом в машине и решила заснять всю дорогу от моего дома до города фридрисхаффен у нас сегодня термин пока будем ехать расскажу последние новости ну из самого интересного что происходит у нас в германии кстати говоря именно сегодня я хотела упомянуть о том что в последнее время я за собой стала замечать что я начала говорить что у нас что-то происходит у нас именно на той территории где я теперь нахожусь и как этого это не хорошо и неплохо это просто констатация факта и я хочу тем людям которые недавно сюда приехали или может быть просто приехали позже чем я вот посмотрите на меня не успела пройти почти пяти лет и я только сейчас начинаю говорить что у нас тому же я хочу сказать да за последние годы и мое восприятие моего же появления здесь и моей жизни здесь даже мое восприятие уже поэтому не знаю наверное вот говорят же все что не делается все к лучшему иначе если бы не было этих препонов этой пандемии сейчас этой ситуации наверное вряд ли бы я оказалась на постоянном месте жительства в германии причем я оказалась не просто как житель этой страны воссоединившись с по семейным обстоятельствам я сами знаете я являюсь пенсионеркой уже в россии так я здесь еще успела и поработать найти себе работу официально это мини-джоб да это какие-то подработки но у меня не было такой цели изначально не было такой цели поехать в германию устроиться на работу ну а по поводу работы в германии здесь буквально очень очень сильная нехватка рабочей силы в стране причем очень это слабо сказано в германии нехватка рабочей силы которая 2035 году может достигнуть не менее трех миллионов вакансий трех миллион для восполнения пробела потребуется больше трудовых иммигрантов многие рабочие места в германии уже вакант а институт немецкой экономики бьет тревогу что делает германия федеральное правительство пересмотрела существующую иммиграционную политику будет вводиться новая карта возможностей шансен карты системой бал чтобы получить карту возможностей достаточно будет выполнить три критерия или набрать 6 баллов что сюда будет входить квалификация знание немецкого языка профессиональный опыт связь с германией например родственники уже проживающие в стране и вот карта возможностей дает квалифицированным иностранным специалистам один год на поиск работы в германии чтобы соискатели могли финансово обеспечивать себя в течение этого времени она также предоставляет возможности для подработки и в целом на фоне нехватки рабочих рук в германии началась большая реформа иммиграционного законодательства часть беженцев которым отказали в убежище получит шанс на пмж например в германии сейчас находится примерно четверть миллиона беженцев которым хоть и было отказано в предоставлении убежище но депортировать их просто не получается какой причине у одних отсутствуют или выброшены документы по которым можно было бы установить в какую собственно страну их полагается выслать других не депортируют из-за риска репрессий против них на родине третье больны у четвертых малолетние дети у пятых дети уже пошли в немецкую школу вот такие люди получают временную отсрочку от депортации которую полагается продлевать каждые несколько месяцев и каждый раз человек с отсрочкой нервничает а вдруг теперь не продлят что тогда будет с детьми вот по новому закону те отказники из числа соискателей убежища которые на 1 октября двадцать второго года уже пять лет находятся в германии со статусом отсроченной депортации получат своего рода полуторагодичный испытательный срок если мигрант в течение следующих 18 месяцев выучит немецкий язык чтобы сдать немудренный экзамен и найдет работу то он получит бессрочный вид на жительство если нет будет возвращен в статусу беженца с отсроченной депортацией но шанс на пмж не будет предоставляться беженцам которые оказались не в ладах с немецкими законами либо скрывают свои персональные данные ну а рабочих рук не хватает всяких причем не только высоко квалифицированных но и вообще любых имеющих хоть какую-нибудь квалификацию будь то официант слесарь водитель считается что немецкому рынку труда требуется примерно 400 тысяч импортных работников причем не единовременно а каждый так что можно подвести какой итог что в германии всегда можно найти работу вполне возможно но вообще все что касается труда в последнее время в германии все как-то неспокойно в германии недавно прошла крупнейшая за последние три десятилетия забастовка из-за протестов профсоюзов была нарушена работа общественного транспорта аэропортов железных дорог дойче бан приостановила движение всех поездов дальнего следования ради чего бастовали а бастовали ради увеличения зарплаты на 10 с половиной процентов но не менее чем на 500 евро из-за забастовки в германии ожидались масштабные заторы но на деле ситуация оказалась не такой о стиральные местные власти предлагают 5 процентное повышение зарплат профсоюзы грозят новыми забастовками если их требования не будут удовлетворены вот такие непростые дни ну а впереди в германии длинные выходные кстати говоря не все развлечения разрешены в эти дни в пасхальные выходные в германии вы не можете пойти на дискотеку переехать в другую квартиру просто купить свежий хлеб на минуточку за нарушение правил во время религиозных праздников грозит денежный штраф и так чего нельзя делать в пасхальные праздники почти во всех федеральных землях в страстную пятницу запрещено вечеринки и дискотеки в северном рейне вестфалии это правило действует и в четверг например начиная с 18 часов вечера в этот день нежелательны массовые мероприятия блошиные рынки цирковые представления скачки спектакли фестивали другие народные гуляния но при этом если вам прям совсем не хочется сидеть дома можно сходить в музей кино или зоопарк удивительно но сменить в этот день место жительства тоже не получится переезд также нежелателен в субботу с 6 утра все запреты отменяются какие развлечения позволительные а какие нет власти федеральных земель решают самостоятельно в гессене и баварии например все намного строже запреты распространяются сразу на три дня четверг пятницу субботу а в берлине вечеринки приостановят только на один день страстную пятницу с 4 утра до 21 час интересно что большинство немцев поддерживает запрет на дискотеке во время религиозных праздников но против этого правила есть активно выступающая партия пиратов они неоднократно уже организовывали демонстрации с громкой музыкой в наушниках и заявлениями что мы будем танцевать тогда когда нам хочется а еще несмотря на то что на пасху все-таки можно пойти в кино показывать там могут далеко не все фильмы и в списке составленном добровольной организации саморегулирования киноиндустрии под запрет попадает около 700 фильмов которые не рекомендованы к показу в религиозные праздники к ним относятся комедии охотники за привидениями многие фильмы ужасов и даже детские картины на пасхальных выходных фитнес-клубы бассейны солярии могут работать по привычному расписанию организованные марафоны уже будут считаться массовыми мероприятиями поэтому тоже не приветствуются в эти дни не проводят и спортивные соревнования на стадионах в том числе игры первой и второй бундеслиги кроме того в страстную пятницу в некоторых федеральных землях закроются игорные заведения даже если игровой автомат стоит в ресторане или баре его обязаны выключить выходные в обычные в германии принято ходить в булочную за свежим хлебом для завтрака или за вкусной выпечкой к чаю после обеда но в пасхальные выходные о привычном распорядке дня придется забыть к примеру в северном рейне вестфалии пекарни газетные киоски и цветочные магазины в пятницу субботу и воскресенье могут быть открыты не более пяти часов а в понедельник вообще будут закрыты автозаправки дежурной аптеки и рестораны работают по обычному расписанию все вышеперечисленные правила не помешают вам позвать гостей и устроить домашнюю вечеринку однако в страстную пятницу следует быть осторожнее с громкой музыкой это может задеть религиозные чувства соседей в это время в германии наступают и школьные каникулы весенние и даты пасхальных каникул в германии отличаются в зависимости от федеральной земли например у нас в баден-вюртемберге с 11 по 14 апреля а вот например в баварии с 3 по 14 то есть где-то несколько дней всего а где-то и пару недель и очень многие немцы с детьми отправляются в путешествие кстати здесь тоже немало препонов например нельзя ребенку начать каникулы на день пораньше или закончить на день попозже категорически это делать запрещено и в германии пропуск школы это очень серьезное нарушение учтите что если вы запланировали полет в теплые края на день раньше каникул то выписав какую-либо справку по болезни для ребенка или указав уважительную причину и взяв его с собой раньше чем школьные каникулы начались вы рискуете в аэропорту нарваться на специальную инспекцию кстати говоря что ребенку не учиться в германии без уважительной причины нельзя и наказанием для родителей может быть тюремное заключение а минимум в школе учатся в германии дети 9 лет максимум 13 куда же летят на весенние каникулы немцы с детьми самым популярным направлением у них неизменно является испания в первую очередь остров майорка который немцы уже давно в шутку окрестили 17 федеральной землей германии на майорке и других блярских островах отдыхает больше немецких туристов чем в греции и турции вместе кстати как ни странно более 23 процентов немцев предпочитают проводить свой отпуск в родной германии впрочем их можно понять моря с пляжами у немцев имеются восточное море которое вообще-то мы называем балтийским и северное летом для купания оба вполне сгодятся на юге германии отдыхают на боденском озере не менее популярны немецкие горы в баварских альпах или в черном лесу шварцвальд где можно и на лыжах покататься ну и городской туризм чем не вариант хороших курортов в германии много а еще в германии очень популярен отдых на крестьянском дворе бауэрнхофф крестьянская усадьба двор вид отпуска в немецкой деревне в урбанизированной германии сельская жизнь городским бюргером оказывается в диковинку нет ничего более спокойного и умиротворяющего чем отдых проведенный на крестьянском подворье пожить вдали от стресса и суеты и подышать свежим воздухом не сдобренным выхлопными газами спешат родители с маленькими детьми экзотики для городских жителей хоть отбавляй если есть желание можно подоить самостоятельно корову покормить косы лошадей покататься на тракторе собрать свежие яйца из курятника чтобы тут же приготовить их на завтрак для маленьких гостей фермы опыт деревенской жизни поучителен и не забываем здесь детвора встает рано и родители за это не ругают выросшим в городских квартирах простая деревенская жизнь кажется сплошным приключением сразу же появляются вопросы откуда берется молоко которое дети по утрам добавляют в мюсли какой вкус у парного молока как из кучерявой овечки получается мягкая и теплая шерсть как быстро ездит трактор если маленьким гостям повезет они смогут понаблюдать рождение теленка а по вечерам дети собираются чтобы послушать интересные истории которые рассказывают хозяин фермы или его жена отдыхают и расслабляются на крестьянской ферме и взрослые на подворье присутствуют все условия на газоне для постояльцев расставлены удобные гамаки жезлонги кресла для маленьких имеются машинки велики песочница батут несмотря на сельский шум хрюканье мычание и лебление отдыхающие не жертвуют комфортом номера и апартаменты оснащены современными стандартными атрибутами просторной ванной комнаты телевидением кухней с посудомоечной машиной микроволновкой к завтраку гостям привозят свежие булочки в германии 450 ферм готовы для отдыха они с разными уклонами например с верховой ездой молочные фермы или подворья только с курами и утками а примерно 7 процентов немцев отправляются проводить отпуск в италии там немцев привлекает вкусная еда прекрасные пляжи исторические места обычно едут прямо на машинах перебираясь через альпы вся семья бюргеров садится в семейный автомобиль и поехали от юга германии до италии семь восемь часов учитывая что некоторые немцы машины получают на работе от фирмы и за бензин не платят это довольно дешевый вариант отдыха вот такая информация друзья наши далекие близкие надеюсь она вам была интересна и полезна ранняя побудка сегодня была ездили с детками на прививки на контроль здоровья ну вот такое все мрачненькое но не очень холодно не так как вчера лео даже не вышел меня провожать время было полдевятого он еще спал это я к тому что если вы заводите собаку это еще не факт что нужно гулять с ней в 6 утра есть рядом с праксисом с детским кафе неплохое и я зашла за хлебом купила два круассана разных один обычный классический а второй сверху с помадкой а внутри с ореховой начинкой начала самого вкусного съела и 2 в общем давно я себе их не покупала все-таки они достаточно жирные мучное стараюсь ограничивать но сегодня прям так зашло хорошо приехали лево ждет уже до левочка у лео очень много всяких разных названий какой-то самолетик над нами летит когда я начинала канал вести и вечерами мы выходили гулять с собаками я насчитывала за 30 самолетов пока мы ходили гуляли полчаса 30 самолетов представляете то есть здесь настолько много было самолетов пролетала над нами и сегодня очень красивые альпы там швейцария нижние не очень высокие они уже такие зеленые а на той стороне в швейцарии вообще-то солнышко поделитесь соседи